Приветствую вас, уважаемые коллеги трейдеры. На календаре у нас 20 июля, с вами компания Амаркетс, меня зовут Виктор Паньков и мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Давайте посмотрим, что у нас изменилось за прошедшую неделю и какие тенденции актуальны на текущий момент. Итак, S&P 500. Как мы видим, S&P 500 пару дней назад у нас обвалили успешно, так что, в принципе, здесь особо, наверное, идей на текущий момент нет, кроме того, что дождаться, когда же у нас закончится нисходящее движение. Подобные обвалы у нас случались и раньше, это не более чем техническая коррекция в рамках восходящего трендового движения, поэтому бояться ее не нужно и нужно ее по максимуму использовать для того, чтобы нам с вами заработать. Итак, основная идея это на текущий момент продолжение нисходящего движения до достижения нижней границы трендового канала. Котировка примерно 42.30. Отскочить мы можем как от уровня сопротивления 42.95, так и подняться чуть-чуть повыше 43.26. Коррекция в любом случае, как я считаю, должна быть, поскольку, как минимум, здесь пока еще нет дивергенции. И думаю, что в отличие от вот этого момента, здесь мы упадем немножко ниже. Спрос на рисковый актив на доллар сейчас находится на приличном таком уровне, поэтому, собственно, есть вероятность продолжения нисходящего движения. Поэтому основная идея у нас будет с вами следующая, то есть это будет движение к линии сопротивления, либо к минимальному уровню, либо к более глубокому уровню, и затем движение вниз с целью нарисовать дивергенцию и усеченную конструкцию в рамках трендового канала. Но отсюда уже будем работать на восходящее направление с целью обновить локальный максимум 43.93. Далее, евро-доллар. По евро-доллару идея здесь следующая. Как мы видим, все-таки у нас цена продолжает чуть-чуть, но двигаться в нисходящем направлении, обновляя минимумы и подтягивая максимумы, поэтому это будет наш основной сценарий, то есть все-таки пробой и движение в нисходящем направлении. Цели мы с вами еще две недели назад рисовали 1.17 ровно, но, как видим, здесь есть зона ликвидности, которая может сдержать цену и отправить ее наверх. 1.1748 и 1.1718 граница данной зоны ликвидности, при подходе к этим уровням можно смело покупать до достижения верхних зон ликвидности. И здесь уже будем смотреть по факту. То есть если это будет пробой и слом направления, то есть что-то типа вот такого, если мы с вами пробьем. Ну и после небольшой коррекции продолжим восходящее движение, то там уже будем искать точки входа в продолжение сменившегося тренда. Ну а пока тренд у нас здесь остается нисходящий, мы рассматриваем основную идею в сел. Далее фунт-доллар. По фунту ждали мы восходящего движения и, как видим, реакции на оба уровня минимальной глубокой коррекции были, однако цена дальше не пошла, не пробила локальный максимум. В итоге спустились мы в район среднесрочных целей, как видим и структура нам также подсказала, что мы сюда спустимся и сейчас мы находимся в локальной разворотной зоне. Отсюда, с большей вероятностью, поскольку у нас все-таки тренд нисходящий, мы сделаем небольшую коррекцию и будем рассчитывать на продолжение нисходящего движения. Это будет наш основной сценарий. Линии сопротивления 1.3728-1.3780, от них рассматриваем движение вниз. Цели у нас будут находиться в районе 1.3387-1.3433, и это наш основной сценарий. Альтернативный сценарий – это если мы будем закрепляться выше уровня 1.3780 и пойдем на обновление локального минимума и затем на достижение верхних зон ликвидности. В этом случае, скорее всего, нам поможет именно ослабление американского доллара. Идем дальше. Доллар – японская иена. Мы рассматривали основной сценарий движения в нисходящем направлении, причем я рекомендовал не от уровня минимальной коррекции заходить в сделку, а при выполнении вот этой размерности. Ну, как мы видим, размерность эта на 4 пункта всего лишь не достала до идеального уровня входа в сделку, и у меня отложенный ордер, к сожалению, не достала, но тем не менее, идея наша, как видим, сработала. Ушли мы все-таки вниз, но ту размерность, которая здесь была, как видим, мы еще с вами не выполнили, поэтому вполне возможен дальнейший уход в нисходящем направлении здесь, и в этом случае мы с вами будем примерно от уровня 108-627 покупать с далеко идущими целями, поскольку тренд у нас, ну, действительно, видим долгое время уже нисходящий, поэтому коррекцию более глубокую вполне возможно мы с вами увидим, ну, а затем продолжим работать по идущему долгосрочному движению, то есть пока что работаем в бай. Других идей здесь пока нет, можно попробовать отработать вот это коррекционное движение на размерность, которая у нас была, то есть сейчас мы как раз выполнили эту размерность, но я не рекомендую отсюда заходить, потому что здесь все-таки, как видим, у нас два рядышком стоят уровня зеркальных поддержки и сопротивления, и раз мы сразу от них не отскочили, вполне возможно, что будем идти на пробой и чуть-чуть подниматься наверх. Ну, здесь уже как бы сам выбирает каждый для себя, заходить ему в сделку или нет, но я здесь заходить не буду. Вот, а я подожду именно снижение, а здесь уже зайду в продолжение восходящего движения. Далее, доллар-канадец. Здесь, вчера мы с вами увидели неплохой рост и, собственно, любые дивергенции, которые здесь только возможны, они у нас сломались. То есть мы видим полное согласование, гистограмма растет и цена, соответственно, растет вместе с гистограммой. Поэтому в данный момент я рекомендую придерживаться бычьего настроения, по крайней мере, до вот этой зоны. Здесь у нас очень много чего сосредоточено. То есть если мы с вами посмотрим на глобальный график, так, на глобальный график. Вот, то есть мы увидим, что здесь у нас в прошлый раз цена неплохо так скорректировалась именно в эту зону и после этого мы продолжили нисходящее глобальное движение. Поэтому сейчас от этой зоны мы также можем увидеть коррекцию. Не факт, конечно, что это глобальное движение вниз будет продолжено, но коррекция весьма вероятна. Поэтому я рекомендую работать в восходящем направлении до уровня 1.2857. А отсюда уже открывать сделки в агрессивную, то есть против тренда в сел. Ну, здесь, по крайней мере, это будет обоснованно, оправданно. Стоп-лосс у нас получится небольшой, пунктов 40 где-то и тейк-профит можно выставить на размер 1 к 3. Вот такой план у нас по доллар-канадцу. Если же с текущих позиций мы пойдем вниз, то в продолжение восходящего движения от уровня 1.2638-1.2553 можно поработать и как раз поймать вот это оставшееся движение до верхних целей. Здесь у нас, если мы по размерности посмотрим, то мы плюс-минус и должны прийти где-то в эту зону, ну или по крайней мере попытаться обновить локальный максимум. Почему я именно вот эту размерность взял? Ну, потому что у нас цена вот так вот ходит. То есть раз, два, раз, два. И видим, что вот эта размерность, которую мы выполняли несколько дней назад, она сейчас выполнилась и даже можно сказать перевыполнилась. Вот, поэтому пока что мы придерживаемся именно бычьего настроения. Это будет наш основной сценарий. Далее, доллар-франк. Доллар-франк рассматривали мы с вами такой сценарий, что сначала ударим вверх, соберем здесь всю ликвидность, а затем мы идем вниз на продолжение нисходящего движения до этих целей. Ну, как видим, на начало-то вроде было хорошее, а потом что-то пошло не так. То есть наш сценарий полностью не отработал, к сожалению. Вот, поэтому сейчас мы рассматриваем здесь следующую идею. Пока что на текущий момент я вижу восходящее движение. То есть то, как ведет себя цена, те срывы цены, я все-таки полагаю, что мы пойдем в восходящем направлении. Поэтому основной сценарий – это работа в лонг до закрытия вот этого срыва цены. Это диапазон 0.9244-0.9254. Работать можно от уровня минимальной коррекции 0.9176, либо от уровня глубокой коррекции 0.9154. Обратите внимание, что если у нас будет еще один вот такой срыв цены, это может косвенно означать трехсоставное движение. И при этом цена может спуститься гораздо ниже уровня глубокой коррекции для того, чтобы закрыть, ну, возможно, вот этот вот срыв цены, который у нас был несколько дней назад. И после этого уже пойти в восходящем направлении. В этом случае будет грамотнее дождаться именно вот такого сценария, то есть чтобы у нас после трехсоставного движения мы провели трендовую линию и цена, соответственно, эту трендовую линию пробила, сделала коррекцию и после этого пошла в восходящем направлении. То есть вот в этом случае это будет лучшая точка входа для того, чтобы удостовериться, что действительно у нас здесь идет продолжение восходящего тренда. Но в целом можно работать и от ключевого уровня. Ну а далее, если все-таки мы спустимся к нашей зоне, где у нас очень-очень много целей, то отсюда также можно рассматривать сделки в лонг. Минимальная цель будет у нас зеркальный уровень поддержки и сопротивления, порядка 44 пунктов. Ну а дальше мы уже зафиксировав часть прибыли будем ждать дальнейшего исхода событий. Далее, австралиец доллар. По австралийцу доллару, как мы видим, мы рассматривали восходящее движение вот в эту область, а отсюда собирались уже продавать, но цена не дошла до этой области и свалилась раньше. Пришли мы в среднесрочную зону, плюс здесь у нас есть показатель размерности движения цены. Так что, в принципе, цена, можно сказать, что свой виток выполнила. Сейчас есть наибольшая вероятность того, что цена сделает у нас коррекцию. Коррекция возможна на любую из тех размерностей, которые у нас были ранее. Ну, например, вот эта размерность. В этом случае мы как раз попадем в район уровня минимальной коррекции 0.73.86. Либо мы можем, например, рассмотреть вот такую размерность. В этом случае мы уже уйдем до зеркального уровня поддержки сопротивления 0.74.54. В любом случае, пока у нас здесь тренд восходящий, логичнее придерживаться именно медвежьего настроения. И ближайшая цель снизу – это долгосрочный целевой диапазон 0.7199-0.7266. Как видим, тренд у нас нисходящий уже достаточно долгое время продолжается, поэтому по достижении данного диапазона здесь не исключена смена тренда и глобальный разворот. Поэтому пока придерживаемся следующего сценария. То есть смотрим в шорт, продаем от ключевых уровней, либо после достижения какой-либо коррекции. То есть, в принципе, размерности здесь все плюс-минус похожи. Мы выделяем только самые основные, поэтому можно еще как бы вот такую размерность выделить, самую младшую. И, соответственно, при выполнении ценой данных размерности здесь уже можно рассматривать какие-то сделки в шорт. Далее, новозеландец. По новозеландцу примерно похожая картина, только в отличие от австралийца, здесь у нас была прекрасная точка входа, как мы видим, от уровня минимальной коррекции по отношению к последнему среднесрочному восходящему движению. И сейчас уже можно констатировать отработку этой сделки, поскольку мы достигли наших нижних целей. То есть целевой диапазон вот этот у нас успешно оттестирован сегодня. Далее, чего ожидать? Ну, новозеландец может пойти вслед за австралийцем, поэтому рассмотрим основной сценарий для него. Это продолжение нисходящего движения. Здесь можно рассмотреть как уровни минимальной глубокой коррекции, это 0.6952, 0.6985, так и размерности, которые у нас выполняла цена до этого. Но здесь у нас основных размерностей будет, ну, давайте вот так отметим, 3. Вот, то есть, соответственно, что мы здесь можем констатировать? Либо цена вот от этой зоны отскочит и пойдет вниз, если мы ее все-таки проторгуем, то нам придется искать точку входа вот в этой зоне. Здесь уже на вооружение можно принять все, что угодно. То есть, либо найти какой-то уровень поддержки и сопротивления, либо отработать уровень Fibonacci, ну, или посмотреть, есть ли здесь опционный уровень, либо маржинальная зона обеспечения. И затем уже будем работать в продолжении нисходящего движения. Цели по нисходящему движению у нас структурно остаются те же, это 0.6784, их и будем придерживаться. Далее золото. По золоту, как помните, мы стояли во флете и рассматривали две зоны поддержки и сопротивления, сверху и снизу. Но, как видим, проторговали мы верхнюю зону, попытались ее пробить, но, увы и ах, не смогли этого сделать, поэтому вернулись вниз. Но, зато вчера мы прекрасно тестировали уровень минимальной коррекции по отношению вот к этому всему восходящему движению. Эти уровни нам пришлось подтянуть после того, как мы пробили локальный максимум. И сейчас у нас будет с вами идея следующая. Ну, здесь вставать в лонг уже, если честно, откровенно дорого, поэтому могу предложить вам вариант подождать коррекции цены к одному из ключевых уровней. То есть, либо это 1808.72, 1803.50 уровни минимальной глубокой коррекции по отношению к последнему восходящему движению. И отсюда уже попробовать поймать эту волну. Ну, а соответственно, для тех, кто не хочет рисковать, то здесь я предлагаю подождать дальнейшего развития событий. Если текущее нисходящее движение – это не последняя волна снижения, то мы должны структурно прийти как раз к нашему ключевому уровню поддержки 1780.09. Более того, в этом случае мы оттестируем как раз нижние зоны ликвидности. И это будет более удачная точка входа, чем если мы попытаемся заскочить в уже движущийся поезд. Поэтому не спешите, проанализируйте ситуацию, дождитесь хорошей точки входа и это будет лучший исход событий. Целью по движению в восходящем направлении у нас будет уровень сопротивления 1849.17, ну и в дальнейшем зоны 1856.66, 1865.16. Серебро улетело вниз вместе с золотом. Здесь мы рассматривали восходящее направление, но вы помните, что я говорил, меня смущает слишком уж четкая отработка уровня сопротивления ключевого. И сценарий на продолжение нисходящего движения был более, ну, был весьма вероятен. Поэтому здесь можем сказать, что именно этот сценарий у нас отработал. Пришли мы в среднесрочную циклическую зону и сейчас пока что находимся здесь. Ну, будьте внимательны. Если мы вдруг будем рисовать какие-то разворотные паттерны, может быть наподобие вот такого, то здесь можно будет рассмотреть движение в восходящем направлении и зафиксировать первую часть позиции на котировке 26.44. Ну, а если, соответственно, мы продолжим движение в нисходящем направлении, то здесь целью у нас будет 24.0.99. В любом случае, пока что здесь трудно сказать что-то еще. Единственное, что могу посоветовать, это так же, как и по другим инструментам мы с вами делали, уровень минимальной и глубокой коррекции себе отмечаете. Это у нас котировки 25.61, 25.93. И от этих уровней, соответственно, работаем в продолжении нисходящего движения, если вы еще не успели сюда заскочить. Но будьте внимательны. Серебро все-таки это немножко металл другого типа, нежели золота, поэтому здесь вполне возможно будет расхождение. Далее, нефть марки Brent. После того, как совершилась у нас сделка ОПЕК, еще больше нефть обвалили. Она до этого и так пошла в нисходящем направлении. Мы с вами рассматривали такой сценарий движения вниз именно вот от этой зоны. И, соответственно, сейчас находимся в глубоком пике. Несмотря на то, что достигли уровня глубокой коррекции, падение вниз определенное еще возможно. И с текущих позиций я не буду ничего предпринимать. Я подожду более удачных цен. Все-таки сейчас, я считаю, продавать очень дорого. Поэтому либо после вот этой промежуточной коррекции 70-25, либо при подходе к уровню 71-40 и дальше уже здесь очень много целей, от которых может цена скорректироваться, есть с чем поработать. Поэтому это будет наш основной сценарий. То есть дождаться технической коррекции и затем поработать в продолжении нисходящего движения. Я не думаю, что нефть уронят шибко глубоко, но думаю, что котировка 65-64, вот примерно вот эта область у нас будет ключевой в плане поддержки цен на нефть. Поэтому буду поддерживаться такого сценария. Так, и доллар-рубль. По доллар-рублю, насколько я помню, мы с вами рассматривали как раз, это у нас какое число было? 13-е число. Ага, но мы как раз, по-моему, говорили о том, что весьма вероятна у нас коррекция вот к этому уровню и отсюда можно уже рассматривать дальнейшее продолжение восходящего движения. Тем более, что структурно здесь также у нас есть подтверждение окончания коррекции. Пока что цена находится в промежутке между ключевым уровнем поддержки и локальным максимумом, но я все-таки вижу, что она дальше пойдет наверх. 75-58 наша ближайшая цель, придерживаемся такого сценария. Пока что здесь особо никаких идей на покупку дальнейшую нет, уровень мы успешно отработали, поэтому сейчас только ждем, ждем. Ну а в случае, если цена будет все-таки еще снижаться вниз, то мы в этом случае пойдем вот по такой размерности и придем плюс-минус в ключевой уровень 73.19, откуда также можно рассмотреть идею в лонг. Это все торговые идеи на сегодня. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Желаю вам хорошего дня и удачной торговли.